По статистике, одаренность ребенка начинает проявляться примерно к 3-4 годам. Потом становится гениальностью. Действительно, дети не перестают нас удивлять. Ну а сегодня это прям очень актуально, потому что то, что мы видим у нас здесь в студии, это поражает воображение. Давайте знакомиться. У нас сегодня в гостях обучающийся детского технопарка Кванториум направления хай-тек. Цех Иван Фроленков и педагог дополнительного образования Тимофей Кормин. Доброе утро. Здравствуйте, доброе. И не с пустыми руками к нам пришли, точнее с дополнительными руками. Да, с дополнительной рукой. Я думаю, что продемонстрируете вы это чуточку позже, а сейчас немножко поболтаем. По идее, это точная наука, точные технологии. Как же заинтересовать ребенка, чтобы он занимался вот именно этой историей? Я думаю, личным опытом, маленькими экспериментами и маленькими достижениями. Ну, ведь сейчас все современные дети с гаджетами, и в принципе, это уже привычно, технологии. Но как еще можно, да, можно ли перенести внимание с гаджета на такие какие-то интересные штуки технологичные? Да, конечно, есть очень много интересных опытов, экспериментов, которые мы можем провести на базе Кванториума. И дети загораются, увидев новые такие замечательные, интересные устройства, которые они даже не знали, как раньше работать. Забывать про свои телефоны напротив, да, это прекрасно. Ваня, расскажи, почему увлекся именно вот этой историей, как ты к этому пришел, что тебя сподвигло? Начало все берет в моем глубоком детстве. Моими первыми игрушками были биониклы. Это такие конструкторы, из которых вы можете собрать различных роботов из разных составных частей. Я ими увлекался, кажется, до 14 лет, и мне кажется, все это повлияло на мои интересы к вот этой технической части, к сборке таких механизмов, которые будут ведущими в нашем будущем. Расскажи немножко, что это у тебя на руке, что это здесь в таком аквариуме находится? Мы назвали это систему управления роботом-манипулятором «Аватар». «Аватар», потому что это рука, манипулятор повторяет действия вашей руки. Ну давай, прохилострируем. Это же, может, попозже, чуточку еще хочется спросить, поболтать, потому что сказали, что она шумит, поэтому еще немножко поговорим. Собственно, работает это при помощи пока что одного датчика, но планируется использование разных. Это называется потенциометр, он отслеживает, на сколько градусов повернулась его ручка. Допустим, я двигаю пальцем, и через цепь механизмов поворачивается ручка. Это все через Ардуино отсылается по блютузу на Ардуино вот тут вот, и точно так же через цепь механизмов сгибается палец на руке. Все элементарно. Я думаю, что наши зрители знают абсолютно все слова, и что такое Ардуино, и так далее. Тимофей, у вас хочется узнать, насколько эта конструкция сложная, какой уровень сложности у этого изобретения? Для того, чтобы реализовать данную концепцию, вам потребовалось два года заниматься монторами, и параллельно участвовать в конкурсах, чтобы нарабатывать свои скиллы. Я правильно поняла. Ты будешь сейчас шевелить рукой, а что-то будет происходить еще здесь или не совсем. Мне уже все, мне не терпится. Кирилл, я не знаю, мое терпение уже на пределе. Я хочу увидеть, как это работает. Давайте попробуем. Вау! Можно поздороваться с ней, да? Пока что она может повторять только примерно движение руки, поскольку есть некоторые недоработки в коде, в механике. Но, в принципе, основная конструкция у нас уже готова, так что все это поправимо и доработано. Так, что будет следующим шагом? Полностью у меня костюм робота и робот, который шевелится рядом. Да, и в продолжение вопроса, Лера, вдохновлялся ли ты фильмом? Есть такой фильм, когда люди надевают тоже и ноги, и руки, вот похожие, как будто бы конструкции. И там бои между роботами происходили. Не помню название у фильма. Да, смотришь ли ты фильмы или читаешь книги, которые тебя вдохновляют? Был одноименный фильм «Аватар» и еще был фильм «Боевик. Последний рубеж». Там похожая концепция. По-моему, да. Так он и назывался. Собственно, да. Все это повлияло на то, что я хотел, собственно, собрать. И, в принципе, это очень технологично и много где может применяться. Да, это круто. Да, где, в чем это? Как это можно развить изобретение и где это, по твоим предположениям, может применяться? У нас планировалось это применять на различных химических или электротехнических предприятиях, поскольку высокая вероятность травмироваться на таких предприятиях или даже летальных исходов просто по случайным обстоятельствам. От этого никто не застрахован, так что это будет актуально. Я уверен, это да. И эти звуки как-то живое. Если я правильно понимаю, то здесь еще встроена камера, мы можем наблюдать со стороны руки, что происходит вот там. То есть мы видим саму руку и действительно, наверное, в процессах, которые могут быть опасны для человеческого организма, можно будет пробовать делать какие-то шаги. Так интересно подплогать. То есть он может и схватить, да, это звука может приводить пожелание. Достаточно левочный механизм. Просто Лера, я уверен, хочет поздороваться и переживает за сохранность своей руки. Ну, конечно, мы проводили тест в конториуме. Мы могли хватать различные предметы. Но пробовать сегодня мы будем. Получается не всегда. Ага, понятно. Кем ты планируешь стать в будущем? Ты хочешь продолжить изобретать или, может быть, у тебя еще какие-то идеи? Честно, я до этого хотел стать инженером, инженером-конструктором. Но сейчас я больше склоняюсь к тому, что мне интересно само моделирование, чем занимаются конструкторы, инженеры перед созданием их технологий, нежели сборка таких механизмов. Мы в любом случае желаем тебе удачи, дальнейших успехов, потому что это суперкруто. Приходи к нам еще с новыми изобретениями. Мы будем тебя ждать. Спасибо большое за интересную беседу. Можно пока выключить. Вы не уходите. Мы с вами будем заканчивать вместе эфир. И сегодня мы благодарим за интересный разговор обучающегося детского технопарка Кванториум направления хай-тек-цех Ивана Фроденкова и педагога дополнительного образования Тимофея Кванникова.